За каждой озвученной цифрой в стенах Следственного комитета правонарушение и чаще всего уголовное дело. Вместе с тем, как отметил начальник управления Александр Рахманов на встрече с журналистами, за последние три года наметилась тенденция снижения преступности практически во всех сферах, за исключением семейно-бытовых отношений. Состояние и структура и динамика преступности, понятно, что это напрямую, они задействованы и соотносятся, имеют значение для следственной работы. Так вот, в этих условиях следователи Брестской области приняли решение о возбуждении 6396 уголовных дел, окончили расследование по 3317 уголовным делам, возмещено ущерба от совершенных преступлений на сумму 1,807,652 рубля, что составляет 68,2%. В счет возмещения ущерба арестовано имущество подозреваемых и обвиняемых на сумму 6,184,018 рублей. В основной части встречи Александр Рахманов ответил на вопросы журналистов, которые касались, например, проблемы подростковых суицидов и детского травматизма. Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних – результат беспечности родителей. Только за 8 месяцев на обречении с участием детей произошло 51 ДТП, в которых 8 человек погибли, а 56 получили ранения. Оставленные без присмотра дети выбивают химикаты, тонут в водоемах, выпадают из окон, становятся жертвами на пожарах. А плохой психологический климат в семье приводит к подростковому суициду. На сегодня в регионе зарегистрировано 42 случая травмирования детей. 17 из них погибли. По 10 фактам проведены проверки, по 27 возбуждены уголовные дела. Главное условие в предотвращении подобных трагедий – родительский контроль и опека. Дети и сами пытаются принять решение в какой-то трудной жизненной ситуации, в которой они оказались. А вот это делать, отдавать принятие решений детям, крайне опасно. Всегда надо общаться с детьми, всегда надо выяснять, какие у них проблемы, какие взгляды, какие интересы, что их беспокоит. Где-то подсказывать правильные, верные решения, не отмахиваться от их вопросов, которые они задают. Важное место в работе Следственного комитета занимает международное сотрудничество, которое идет по трем основным категориям дел. Правонарушение экономического и финансового направления в сфере высоких технологий и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Брестские следователи сотрудничают почти с тремя десятками стран мира. Причем сбор фактов ведется по законодательству страны, в которой ведется расследование. В таком установленном законном для нас порядке основное общение следователей с сопредельными государствами, оно и происходит. Почему? Потому что уголовный процесс, он прописывает порядок сбора доказательств и суды. В дальнейшем, когда исследуют в совокупности собранные по делу доказательства, каждая из доказательств рассматривается сквозь призму допустимости. И если оно установлено, собрано, добыто в нарушении, установлено законом порядка, оно не рассматривается как доказательство, свидетельствовало бы оно о виновности обвиняемого, либо о невиновности этого лица.